Для приготовления вкусного, полезного зелёного супа нам понадобятся молодые листья лопуха, крапивы, одуванчика, чай, штук 7 средних картофелей, пара некрупных морковин, средняя луковица, чеснок. Нам еще понадобится укроп, пока на грядках еще не вырос, используемся молотым, прошлогодним молотым сушеным укропом. Также понадобится перец горошек, картофелин и картошек. Картошку положим соломкой. Поломкой. Очистим и вымоем пару морковин, не очень крупных, не крупных. Луковицу среднего размера и половинку головки чеснока, примерно 7 зубчиков. Режем морковку мелко, достаточно мелко. Чеснок. Чеснок получился nuev Catalog. وأрики чеснок. 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 Вот только и лук Потому что половинку Вот такой способ Нарезать лука Не слишком крупно и не слишком мелко Порезем небольшое количество Для каждого это по вкусу Ну штук 10-15 Молодых листьев лопуха Нужно вымытых листьев Я и демонстрировал как Молодых листьев лопуха Ну количество по вкусу Слишком много тоже не надо Потому что еще сейчас другая зелень будет Тоже молодых листьев Одуванчика Помните квас Одуванчика Делали? Там я и говорил, что он Сделал упорзитель От корня До цветка Далее Далее берем крапиву Такой пучок Такой пучок Тоже Ну может еще Два-три листочка Подорожника положить Ну Молодых листьев иванчая Ну Сейчас мы попроще сделаем Сегодня без них Обойдемся Далее берем Чай Вот такое количество Примерно Тоже на глаз По вкусу У каждого свой вкус Которых Не шпорят Кто любит теслее Кто любит слабоше Кому-то Он Противопоказан У кого-то Печень Почки Небольшое количество Щавля Никогда не повредит Тем более Без кислинки Суха Будет невкусно Это и побольше Кажется Кажется Маловат Чай Чай Будем Уложить Отдельно Чай От горьких листьев Чеснок 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 Уже Будем Уложить В самую Последнюю очередь Перед Самой-самой Готовностью Маловат Маловат Если Керамической Обработки Попадает К Полезности Не все Разрушаются Чеснок Очень Очень Полезен Так И будем Снимать Другую Посуду Далее Наливаем 2 литра В кастрюлю Примерно 2 литра Полка Стрелял И Включаем Ее Греться Наливаем Сковороду Ну Сколько Тут Масла Ставим Жариться Пассероваться Лук С Морковкой Вмешаем Тем Временем Взбиваем Одно Куриное Яйцо Размешиваем Обыкновенный Столовый Велик И Вот Когда Закипела Вода В кастрюле Посыпаем Туда Картошку Порезанную Соломкой Пассеруется Сморковкой Можно Немножко Убавить Огонь До самого Начинаем Солом И Почти Солом Ложку Соли Это Солом По вкусу Кто-то любит Соломее Кто-то Менее Соленым Говорят Недошел На столе пересол на спине. Кидаем самые горькие ингредиенты, то бишь лопуха, дуванчик и крапива. Огонь Кидаем пассируем на елоку морковь. Сильно пекает, можно уже практически выключить огонь. Потом вживаем тоненькой струйкой, прерываясь. Вот так вот. Потом кидаем перцы. Примерно вот получается, ну как чайную ложку не полную, если будет здесь столовая. Чайная ложка с чесноком и, ну примерно, меньше чайной ложки сушевого молотова. Помешаем. Накрываем крышкой. Можно выключить. Перестанет кипеть и уже будет готов суп. Можно подавать горячим, можно подавать холодным, но со сметаной. В крайнем случае с майонезом. Вот. Сметанки положим. И будем кушать. Картошку можно заменить таким же количеством репы. Используйте продукт, происходящий как можно ближе к тому месту, где вы живете. Про... Начать забывать про заморские сорняки. Наши сорняки полезнее. Ну, распробуем. Превосходный супчик. Ну, ингредиентами можете варьировать. Сообразно своему вкусу. Если будет казаться кому-то, что горчит, значит, опухая дуанчиков поменьше, можете положить. Можете сюда ложить пару листиков на кастрюлю такую. Подорожника. Небольших листиков. Немножко иван-чая можно тоже положить. Все, что под нашими ногами, а не под заморскими. Кстати, тот же одуванчик, например, в Японии культивируют для еды, а не для скота. Приятного аппетита. Твори, выдумывай, дегустируй.